Новости на канале СТВ. В студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Начнем выпуск с радостной новости для всех белорусов. Биатлонистка Надежда Скордина стала чемпионкой Европы, выиграв гонку преследования на европейском первенстве в Тюмени. Надежда финишировала первой, несмотря на то, что стартовала пятой, с отставанием от лидера немки Надин Хорхлер. Однако все поменялось после первой стрельбы. Скордина не допустила ни одного промаха. С победой Надежду Скордина поздравил президент Александр Лукашенко. Эту победу с нетерпением ждали многочисленные болельщики команды Беларуси по биатлону. Надеюсь, что твой успех придаст нашим спортсменам уверенности в своих силах перед стартами чемпионата мира. От всей души желаю тебе, твоим коллегам по команде тренерскому штабу здоровья, удачи и новых побед, говорится в поздравлении. К 1 марта тарифы на жилищно-коммунальные услуги пересчитают в сторону уменьшения. Об этом заявил председатель комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов. Создана специальная рабочая группа по поручению главы государства под руководством КГК с участием правительства и администрации президента. Специалисты сейчас рассматривают, пересчитывают тарифы в соответствии с реальными затратами. После их представят главе государства. Традиционные субботние прямые линии продолжают работать по стране. В Чечерске, где побывала сегодня наша съемочная группа, стараются работать на опережение. А поэтому за все утро в райисполком поступил всего один звонок. Вопрос касался оплаты за услуги ЖКХ. Этой теме за последний месяц работники реадминистрации и коммунальщики уделили сотни часов. Ответы письменной формы. Услужба. Мы поработали на предупреждении вот этих вопросов. Ну, коммунальное предприятие в жировках так называемых, на обратной стороне все подробно расписало. Вместе с ними провели серию собраний. Следующий этап работники коммунального предприятия пойдут. Что называется такая акция «От двери к двери» пойдут и выслушают еще раз жителей города Чечерска на эту тему. Долгожданное перемирие в Сирии началось. Соглашение о прекращении военных действий официально вступило в силу в полночь. Не стрелять договорились правительственные войска и 97 вооруженных отрядов оппозиции. Условия перемирия не распространяются на экстремистские группировки, в том числе на Исламское государство. Наблюдательный совет по правам человека в Сирии сообщил, что режим прекращения огня в целом соблюдается. Практически одновременно с наступлением режима прекращения огня Совбез ООН единогласно принял резолюцию в его поддержку. Новый шпионский скандал в Германии. Немецкая разведка вела слежку за Кэтрин Эштон. Под пристальным вниманием спецслужб она оказалась после того, как была назначена главой европейской дипломатии. Также велась слежка за дипмиссиями западных партнеров. Причем не только по собственной инициативе, но и по просьбе американских коллег из Агентства национальной безопасности. В Беларуси подходит к концу кампания по декларированию доходов за 2015 год. Свои персональные финансовые отчеты беларусы должны представить до 1 марта. В документе нужно указать размер доходов, которые облагаются налогом. При составлении декларации также учитываются льготы. Так, например, если есть дети, значительные расходы на обучение или строительство жилья сумма подоходного уменьшится. Подать свою декларацию можно также через доверенное лицо, почтой или в электронном варианте. Налоговая декларация представляется гражданами, получившими доходы, облагаемые налоговыми органами. Это, например, доходы, полученные за границей. Это также доходы, полученные от продажи другим лицам какого-то имущества. Например, более одного легкого автомобиля в течение года. Либо, наоборот, продажа одного грузового автомобиля или одного автобуса в течение года. Это может быть продажа более одного жилого помещения в течение 5 лет. То есть более одной квартиры за 5 лет, более одного жилого дома за 5 лет. В этом году очень актуально появилась такая необходимость подать декларацию тем лицам, которые сдавали в наем жилье. Сумма дохода превысила за год 43 миллиона 660 тысяч рублей. Сейчас в Беларуси одна из самых низких ставок на подоходный налог в мире. Так, ежемесячные отчисления в бюджет государства в нашей стране составляют только 13% от заработной платы. Жители большинства европейских стран на налоги тратят практически половину своих доходов. Так, в Великобритании и Франции подоходный обойдется в 45%, в Японии 50%, а в Швеции почти 57%. Тюненштейны, Коперники и Ломоносовы. В эти дни в Беларуси проходит конкурс, в котором свои исследования и научные работы презентуют талантливые школьники и лицеисты со всей страны. Заявку на участие подало более тысячи ребят, однако выбрали 375 самых убедительных. Нынешняя битва умов проходит по 18 предметам, а в жюри представители вузов и Национальной академии наук. К слову, из года в год выбрать лучших из лучших все труднее, ведь уровень работ растет, да и доклады становятся глубже. Результаты исследуем фактически во всех областях физики. Начиная от механики и кончая вот сегодня камера Вильсона, которая измеряет треки, там частиц космических космоса, которые к нам прилетают. И вот ребята всем этим интересуются, и у них есть возможность это сделать. Я думаю, что все-таки часть из них будет в науке. Это те люди, которые вот сейчас научились творчески мыслить. Они умеют задавать вопрос, почему. И умеют искать ответы на этот вопрос, и это очень важно. Белорусские фристайлисты дважды поднялись на призовой пьедестал. Сегодня Раубичи принимали чемпионат мира среди юниоров. Золото среди девушек завоевала Александра Романовская. Серебро среди юношей у Дмитрия Мазуркевича. Всего же в первенстве приняли участие три десятка спортсменов из семи стран. Беларусь, Германия, Казахстан, Китай, Россия, Украина, Швейцария. Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта Раубичи полностью готов к приему таких масштабных соревнований. Здесь уже проходили этапы юниорского Кубка Европы, а в прошлый уикенд состоялся еще и заключительный этап Кубка мира по фристайлу. В Беларуси еще не было девочек двукратных, поэтому я очень рада. Все, кто был на склоне, все ребята, наши тренера, особенно наша команда, очень поддерживали это все благодаря им, благодаря их помощи и поддержке. 20 февраля, ну, были Кубок мира, и мне там не повезло, но здесь я более собрался и уже, ну, не боялся и прыгал отлично все. Еще сезон не завершен, мы еще едем на три соревнования Кубка Европы в Швейцарии. А вообще, ну, позитивно, достаточно хорошо. Хоть и такой усещенный Кубок чемпионат мира юниорский получился, но все сильнейшие были здесь. Больше новостей найдете по адресу в интернете, ctv.by, репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Следующий выпуск в 19.30. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok